отлично летим здравствуйте как уважаемые любители летных видов спорта ролик о том как правильно держать ручку данном случае ручку управления посмотрите как держит ручку управления мой коллега вот он сейчас держит ручку не совсем верно потому что обратите внимание рука его висит практически на так сказать ручки опять же неправильно будет если он будет бояться и выжимать сок из этой ручки на пилот опытный поэтому он в данном случае просто демонстрирует как это бывает я даже покажу вам как нужно нужно мое управление вот так вот тремя пальчиками и соответственно дальше у вас кисть лежит видите твердо лежит вот он планер в принципе сам летает вот она лежит у вас на бедре и вот такими движениями небольшими вы можете пилотировать планер движений много не требуется мы сейчас только что с коллегой летали рассуждали вообще вот откуда рождаются мелкие патрулищ вы еще и движения то есть часто пилот планера летит вот вот видите сейчас спирали планер стоит я отпустил управление коллега мой тоже коллега почему держит коллега не держит соответственно видите планер прекрасно летит сам как как побывает ситуация когда на самом деле этого планеру мешать будет летать только исключительно не надо не надо помогать планеру летать будет так сказать мешать исключительно пилот а планер так может летать долго я сейчас демонстрирую что вполне долго это делает опять же таврус пепестель прекрасен тем что даже если вот он затрал нос он может попробовать потерять скорость он это и не сделает он видите сам нос опустил видите никто из нас не вмешивается понимаю как моего коллеги дрожат лапы и хвост но вот он раскачался вот смотрите опять можно такую очень долго летать он даже поток нашел сейчас теряйте я теряйте засходит опустил нос пошел в левый крен и встал встал в поток вот за что люблю пепестрель именно за это принципе конечно мог бы подруливать ногами там немножко но я же на же честная игра то есть я показываю вам как планер сам летает реально лучше чем так сказать им управляет какой-нибудь пилот даже высоту набирает ну набирает что-то участвуйте набирает опять потерял скорость опять опускает нос видите ручка управления находится почти все не в одном и том же месте я сейчас беру ручку и небольшими движениями буду подправлять планер то есть не давать ему так сильно опускать нос поднимать нос вы скажете волкова это ролик то о чем в итоге что за такая вещь в себе а дело в том друзья что почти не знаю каждый второй кто попадает мне на полеты уже умеющий летать рулит примерно так но я сейчас ультрирую но тут постоянно какие-то идет какая-то борьба с планером то есть вот такие подрулищевые движения почему это рассказываю да потому что я сам так рулил раньше когда меня научили летать дусафи никто не акцентировал внимание что пилот должен быть максимально ленив все говорили там держи там нитку ровно и так далее вот я попрос я нитка нитка литка с ровно нитку ни в коем случае по-другому а вторая напасть которая на меня свалилась это самолет то есть не умею летать еще то есть я сделал три зоны ну четыре может быть зоны для подъема тысячи метров и дали чуть-чуть порулить и вот таким зеленым чем-то непонятным я отправился за самолетом я взлетаю пытаюсь ловить этот самолет какой там ловить самолет у меня не скорость и нитку не ничего ловить не получается это реально удручало где-то полете на каком-нибудь тридцатом что ли или сороковом круге я обратился к моему инструктору юрисанчик кузнецова юрисанч списывайте меня хедрень и фене явно я не планерист на что юрисанского слушает очищает это с чего взяла ну вот я самолет поднять могу как эти фигня это все сейчас ты там волшебная показывает вот какая как-то вот типа то моя знаете как вот самолет летит впереди мне что-то как-то за ним я там направо нет налево нет направо нет вперед нет назад скорость вот так вот я за ней летал соответственно в какой-то момент времени получилось какой-то движение такое такое шпинь-шпинь-шпинь-бум еще раз я так шпинь-шпинь-шпинь-бум и я смотрю ядрё не кони вильг это вот вот она и я вот так вот карма паре с ручкой опять же держал вот так борясь ручкой борясь с этим плаником я значит мужественно вот так вот шел за это века и совершая такие вот какие-то непонятно вот такие движения я вам показываю то что спорит все равно ничего не случается то есть можно вот так лететь сколько угодно можно вот так внутри тебя в по пот nouvelles Dad один другой детей примерно прямой но на это никто обычно внимания не акцентирует и получается что пилот избирает какой-то свой стиль то есть некоторые инструктораны это обращается внимание и сразу чувствуется когда ученик от них приходят и смотришь думаешь вот это да вот это респект уважуха но довольно большом количестве случаев этого не происходит и начинается в моем случае что случилось я просто переучивался я попал южную африку вот со своим стилем вот этим веселым пилотирования и инструктора мартин мне говорит ты говорит вообще чё делаешь я жду это все спиратирую даже если пилот даже если у меня ручка есть я значит же должен что-то как бы делать вот там сейчас вошел потоки планер там поставить спираль и чего-то там ручкой туда-сюда чтобы поддерживать пишем полета особенно когда что-нибудь там пошаталась но видите вот сейчас мне в крен загнала я делал движение ручки полностью осознанно ну а когда я летал с мартином то я что-то вот так тык 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 плюс я носился рада дискуссии который прекрасно летает на 90 я носился 130 меня мартин спрашивал а зачем я курочу потом мартин спрашивал зачем зачем крутить на такой бешеной скорости а вдруг штопор и тогда мартин сказал какой штопор ну конечно не так он на английском сказал вот ну и что ну штопор и чё но свалился планер носа пустил полетел дальше какие проблемы мы же не на 100 метрах летаем а у нас уже километр зачем на километре летать 130 и тогда он показал еще один прием вот он сделал вот так видите нитка наружу торчит и вот в таком положении начал летать мы сейчас видите до 60 можем скорость сбросить в принципе потому что пипистрель 63 минимальный летает закрылок надо будет переставить мы летали на закрылке 0 позор надо летать на плюс пяти в потоке эти двоечник и волков инструктор так вот вот в любом случае мартин мне показал вот это вот интереснейшее явление я говорю мартин а ты двоечник ты посмотри как ты нитку держишь вот раком у тебя нитка это же неправильно он гайда ну говорит вот это крыло насколько ты понимаешь летит медленнее соответственно если на него будет немножко воздух натекать она будет больше более хороших условиях и точно не свалится потому что самое худшее положение нитки вот в таком варианте может быть вот такое смотрите сейчас показывают когда нитка внутрь когда натекает с внешнего крыла вот вот это очень плохое скольжение если у вас такое то вам сразу двойка планер при этом пытается опустить нос и так далее ноги у меня вот видите насколько смещены и вот вот так вот планер может сорваться в топор внутреннее крыло находится в более худших условиях обтекания и сорвется первым поэтому конечно в идеале должно быть нитка ровно но чаще всего нитка может быть чуть чуть наружу почему чуть чуть наружу это естественное положение потому что обратите внимание я отпустил ручку управления и у нас до нитка наружу сама по себе потому что внешние крыло вот она идет по большему радиусу и создает большее сопротивление соответственно она отворачивать немножко нос планера это идет по меньшему радиусу создает меньшее сопротивление но и за счет скольжения крен не увеличивается видите что крен постоянный то есть ручки управления отпущены не думайте что мой коллега подруливает нет вот ручки управления отпущены а планер стабильно стоит в потоке сейчас немножечко начал разгонять сейчас только чуть-чуть тенденция к усилению крены возникла но в целом вот сейчас видите он разогнался но сейчас нос вверх вот сейчас как раз может того свалиться нет просто нос опустил но я сейчас раз одним движением ручки небольшим устраняю это изобразили дальше встаю в поток высоту теряем надо бы набрать наверно так вот что я хотел сказать что нужно по-хорошему сначала нужно учиться пилотировать нужно летать на планете нужно уметь выполнять упражнение веник что такое упражнение веник это когда вы делает его так 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 вы можете съесть вечером у камина например и вот так вот раз 2 раз 2 раз два раз два рис два и так далее ручка с ногой ручка с ногой У меня не идеально сейчас все со скольжением, аппарат для меня пипестрель не такой уж, так сказать, хорошо знакомый, но в целом терпимо Так вот, упражнение веник позволяет вам научиться делать вот эти координированные развороты, когда нитка находится более-менее плюс-минус в центре Почему это важно? Потому что это основа вообще пилотирования правильного Если у вас нитка не гуляет жутко, то это нормально С другой стороны, если нитка немножечко как-то отклоняется, там что-то вы путаетесь, ничего страшного Главное, чтобы глобально все было правильно Так вот, проблема с вот такой драной ручкой возникает именно из-за того, что начинающего пилота начинают гонять на вот этой вот вильге по бесконечному количеству кругов То есть ты летаешь по кругам и борешься с планером То есть борешься сначала с самолетом, потом там вот пытаешься бороться с планером, как-то зайти на посадку красиво Еще попасть в этот аэродром, еще интерцепторы нужно выпускать и еще что-то делать Вы понимаете, что достаточно много всевозможных приключений ждет начинающего пилота И вот это вот движение, агрессивная ручка, которая идет за самолетом, оно часто потом переносится и в обычный полет И человек привыкает и начинает вот постоянно что-то рукой делать Хотя настоящий пилот должен быть ленив Он рукой делает что-нибудь редко, он максимально сидит вот так и у нас уковыряется, а планер сам летает Это вот идеальный пилот Поэтому, как бы вам так сказать, нужно отучаться от шаловливой ручки То есть нужно пытаться летать так, чтобы планер летал сам, а вы небольшими, но точными движениями, осознанными Поправляли бы его в нужную, так сказать, в нужное русло Все, всего лишь Такой простой совет Но, ну просто сегодня он возник по ряду причин Потому что я хотел показать, как человек улетать И он со мной согласился, мы попробовали И буквально за полчасика у него ручка из такой драной Когда он немножко успокоился и задумался о чеке всего сущего Превратилась в высококультурную спокойную ручку Ну что, твоя очередь, давай Вот Ну и вот так и надо Хотя до этого, жалко, что я не снял, как было Ну вот Ну покажи, как было Покажи Вернись к нормальному стилю пилотирования Ну вот Ну это действительно, тут никакого вранья Главное в этой ситуации показать человеку, показать, что вот, вот, вот она ошибка Эту ошибку создать и исправить То есть в моем случае, правда, я налетал слишком много часов То есть у меня получилось порядка 117 часов, прежде чем я встретил Мартина Который мне показал, что ты летаешь неправильно, тебе нужно немножко переучиваться Я потом около года заставлял себя, зайдя в поток, стать максимально ленивым И летать хорошо Могу сказать, что проблема это не только у таких начинающих пилотов Например, мой Капайлот Матуза Ладос, соответственно, он, когда стресс, когда вот что-то там, мы зашли в какой-то неудачный поток И бам-барабам-барабам Он сваливается вот как раз в такое жесткое пилотирование ручкой То есть она у него там по кабине начинает летать и так далее Я ему говорю, слушай, почему так? Он говорит, я перешел в боевой режим А до этого ты в каком был? Он говорит, а до этого я был спокойным, ленивым, в котором пребываю всегда После того, как переучился, после того, как заставил себя делать ручкой как можно меньше движений То есть опытный пилот заставил, привык Но в стрессовой ситуации переключается на автопилот такой Тот вот, как он родился, как пилот Сказать, что у меня так же, ну, может быть, в стрессовой ситуации Я, конечно, забываю про то, что ручкой нужно как-то плавно Я уже фигачу, как есть, чтобы вот такой вот Когда отказ от двигателя какие-нибудь, еще что-нибудь Я лишних движений не скажу, что делаю Но в целом уже никакого внимания на вот эту вот красоту пилотирования я не обращаю Так вот, вот эта плавная работа ручкой, грамотная Она еще и создает некоторую безопасность Потому что, я вам сейчас покажу Значит, смотрите, если вылетим по прямой И, например, я даю резко ручку и забываю ногу Видите, возникает мощнейшее скольжение Соответственно, оп Тоже мощнейшее скольжение И теперь дальше, если вы пилот, который неосознанно летает Неосознанно летающий объект Залетает в какую-нибудь турбулентность и начинает бороться там что-то с чем-то И вот он, ну, я-то понимаю, что педали там могу не перепутать А начинается вот эта борьба с пространствами, еще педали И педали перепутываются И в итоге можно поймать какое-нибудь мощное скольжение И если поймать его не в ту сторону, потерять скорость, задрать нос, то можно легко свалиться в штопор Поэтому крайне важно для безопасности, чтобы ваш полет был осознанным Вот и все Все, что, в принципе, я хотел сказать Летайте осознанно Не делайте Как летать безопасно? Не делать ошибок пилотам Вот и не делайте Хочетесь летать правильно, лучше сразу Если у вас есть возможность взять побольше вот этих полетов в зоны, чтобы вы научились пилотировать Именно с этого надо начать полеты С обучением пилотирования А круги, посадка, взлеты, все это потом, когда у вас уже ручка сформирована и не шалит До новых встреч, глубоков, уважаемые любители летных видов спорта До новых позитивных роликов Субтитры сделал DimaTorzok